всем привет вы на канале тепличный бизнес сегодня у нас 25 марта и такое вот состояние томатов на данный момент напомню это полудетерминатный гибрид royal pink от компании эндзазады вот как видно на данный момент первая кисть почти завязана цветет 2 цветет 3 на многих кустах первая полностью завязана вторая на половину цветет третья раскрывается цвет четвертый опыление шмелями по-прежнему никаких вредителей не обнаружено напомню это состояние на 25 марта а что я делал с 10 по 25 марта сейчас я вами расскажу и так 10 марта я производил профилактическое опрыскивание растений от вредителей дешевле и проще делать такие опрыскивания чем потом бороться с нашествием этих же вредителей делаю баковую смесь из биоэнцетицидов октофит защитит растения от клеща три трипсы битоксибацелин защитит от той же тли совки клеща баверин защищает от проволочника белокрылки трипсов и вертицилин защищает от тепличной белокрылки всех видов клей и паутиного клеща как видно если смешать все препараты то можно сразу защитить свои растения от многих вредителей можно применять по отдельности биоэнсектициды но обязательно сактофиты он усилит эффект оптимальная температура воздуха для применения препаратов выше 20 градусов и солнечная погода опрыскивание произвожу каждые 10 дней есть вредителей нету все равно каждые 10 дней после такого опрыскивания плоды можно употреблять уже через двое суток 12 марта один из обязательных элементов это кальций этот элемент играет очень важную роль в жизни деятельности томатов при нехватке кальция прежде всего начинает страдать корневая система также он необходим для роста побегов и плодов кальций выполняет важную роль в обмене веществ растений ну в общем вы поняли не хотите вершины гнили применяйте кальций в корень я использую яровский кальцилинг он намного дешевле жидкого ну а по листу я даю кальций в жидком виде от компании greenhouse и так с помощью своего опрыскивателя наношу на макушке растений кальций в жидком виде за короткий промежуток времени растение поглотит кальций а 13 марта я произвожу полив гранулированным нитратом кальция 16 марта и конечно же помимо вредителей не стоит забывать и про другие болезни которые значительно могут сократить наш урожай поэтому также для профилактики я использую биофунгициды триходермин план рис и пентофак они защитят растения от грибных и бактериальных патогенов также профилактическое опрыскивание произвожу каждые 10 дней 18 марта произвожу кормление через капельный полив с балансированными удобрениями green plant flow 66020 его особая формула способствует росту и развитию корневой системы также стимулирует цветение и завязываемость плодов и вот такое состояние томатов на 19 марта растение чувствует себя прекрасно никаких признаков недостатка каких-либо элементов питания не замечается все благодаря сбалансированным удобрениям 22 марта снова произвожу кормление путем фертикации только сегодня уже удобрение формулы 20 20 20 20 это сбалансированное по содержанию макро и микроэлементов удобрения идеально подходит для растения в разных фазах вегетации дозировку не вижу смысла озвучивать так как у каждого она индивидуальная все зависит от электропроводности вашей поливной воды состояние томатов на 23 марта по поводу удобрений компании green has меня многие спрашивают где можно приобрести данные удобрения все мы знаем ситуацию которая сейчас происходит по всему миру а удобрение итальянские поэтому были проблемы с их поставкой но на сегодняшний момент поставки возобновляются и некоторые позиции уже есть наличие а некоторые прибудут в апреле месяце так что по приобретению удобрений пишите мне в директ инстаграме ссылку я оставлю под видео и скоро я планирую создать группу в вайбере где можно будет узнать больше про удобрения и цены на них а также делиться своими успехами и проблемами закрытом грунте 26 марта делаю последнее внесение удобрений фосфорной формулы green plant flow 660 20 так как на этот период почти на всех растениях цветет уже третья кисть и тем самым стимулирую еще раз развитие корневой системы и на 26 марта вот такое состояние томатов прошло чуть больше месяца после высадки рассады в грунт а если быть точным то растением от сходов 80 дней и следующее что я буду делать это удалять нижние листья но про формирование и удаление листьев на полудете я расскажу в следующем видео и на 30 марта такое состояние томатов растением 84 дня от сходов были высажены 45-дневной рассадой высоту они 70 сантиметров завязана первая кисть завязана вторая кисть опылена третья кисть раскрывается четвертая кисть сторону ушла пятая кисть с пасынка пошла шестая кисть и в принципе больше шести кистей мне не надо подожду чтобы четко была шестая кисть и можно обламывать макушку ну а на этом у меня все с вами был канал тепличный бизнес не болейте сидите дома всем пока у нас и и в и и и и и и